Поездки с железнодорожным транспортом давно и прочно стали неотъемлемой частью жизни почти каждого человека. В среднем за год в Беларуси пассажирскими поездами оказываются услуги около 90 миллионов пассажирам. У каждого свой конечный пункт назначения, однако добираться комфортно хочется всем. На содержание железнодорожного транспорта тратятся огромные средства. От нас самих и зависит качество услуг, развитие технического комплекса пассажирского хозяйства и создание современных форм обслуживания. Разные встречаются и с характером, и сложные, и всякие выпившие, ну всякие бывают люди. Ну сходим, разговариваем и шутим как-то и выходим из положения. Стоимость проезда пассажиров поездами на городских линиях в пределах одного тарифного поезда увеличится почти на 43%. С 3500 белорусских рублей до 5000. При переезде в пределах двух тарифных поездов почти на 30%. С 4600 белорусских рублей до 6000 белорусских рублей за одну поездку. Стоимость проезда за один километр поездами эконом-класса на региональных линиях увеличится с 70 белорусских рублей до 90. За одну зону 700 рублей до 900. Качество перевозок вполне устраивает. И я считаю, что цена на билеты невысока. Учитывая стоимость бензина, вот если на автомобиле, допустим, до Минска доехать, это надо литров 40, это 320 тысяч выходит. Но даже если вдвоем едешь, то 160 тысяч на человека. Ну туда-обратно получается. А так вот, если вдвоем едешь, получается дешевле. В принципе устраивает, но, конечно, желалось, хотелось бы желать лучшего, потому что все-таки, как бы, если брать купейные вагоны, плацкартные, все равно, допустим, для многих людей, как говорится, санузлы, там, то есть все, хотелось бы желать лучшего. Все-таки, чтобы они, проводники, как-то больше смотрели, ухаживали за этим делом, потому что туда иногда маленького ребенка, допустим, если с ним ехать, невозможно туда зайти. Пассажирское и железнодорожные сообщения связывают Беларусь со столицами и административными центрами России, Украины, Молдовы, Литвы, Латвии, Казахстана и странами Западной Европы. Из года в год транспортная география пассажирских перевозок постоянно совершенствуется. Маршрутная сеть внутри страны охватывает более 2100 населенных пунктов. Пассажирские перевозки занимают особое место и в работе транспорта. Это обусловлено их высоким социально-экономическим значением в жизни общества и выполнением одной из важнейших гарантий государства – свободой передвижения. Я ездю в Биас, Минск, могу еще в Пинск ездить. Кому ты ездишь? Могу ехать еще к бабушке Вали, Минск. Потребность населения в перевозках связана как с производственной деятельностью, например, поездкой к месту работы и в командировке, так и с культурно-бутовой необходимостью поездки на отдых, туризм и экскурсии. В любом случае, далекая это будет поездка или совсем близкая, пассажирам хочется доехать в чистом, удобном и безопасном поезде.